Каким образом мы можем с вами использовать Инстаграм для своего профессионального развития? Итак, вот как я уже сказала, тут отвечая на ваши комментарии, мы можем зайти в Инстаграм как читатель, мы можем зайти в Инстаграм как автор. И я сегодня буду говорить об этих двух ролях и о том, как и при помощи первой, и при помощи второй мы можем влиять на свое собственное профессиональное развитие. Итак, вот смотрите, друзья, вот я скажу за себя. Друзья, я в Инстаграм пришла уже давно, и я как-то незаметно для себя несколько лет назад постепенно из Фейсбука вышла в Инстаграм пространство. До этого основная моя социальная сеть, которую я использовала именно для того, чтобы улучшать и шлифовать какие-то свои профессиональные умения, знания, был Фейсбук. Но вот с тех пор, наверное, как я открыла свою страничку «Мастерская Марина Куроц» на Фейсбуке, создала себе такое свое образовательное пространство, сосредоточилась на своих текстах, рубриках, на своих подписчиках, я все меньше и меньше стала читать на Фейсбуке. Хотя я подключена к некоторым группам, слежу по-прежнему за людьми. Есть у меня те, на которые я подписана, и они у меня в приоритете. То есть я сразу же получаю их сообщения для того, чтобы не пропустить. Но это буквально единицы. Я постепенно перешла в Инстаграм. И я за собой этого не замечала. Скажу честно, я только недавно задумывалась о том, относительно недавно задумывалась о том, почему так случилось, что я больше не листаю ленты в Фейсбук. Хотя раньше это было сначала преимущественно, я листала все время в Фейсбук, потом открывала только ленту Инстаграм, листала. Через какое-то время в Фейсбуке стало меньше. Теперь я Фейсбук ленту не пролистываю от слова «совсем». Теперь я пролистываю только ленту Инстаграм. В Инстаграм другой формат. Здесь способ коммуникации между людьми выстроен немного иначе, чем Фейсбук. Здесь взаимодействия между людьми, между автором, который пишет, и между людьми, которые его читают, гораздо больше. Я не знаю этот феномен. Мне трудно объяснить, за счет чего это достигается. Вполне возможно, что есть люди, которые анализируют Инстаграм и следят за статистикой. Я думаю, что они найдут ответ на этот вопрос. Я обратила внимание лишь на этот факт. И я даже пробовала, находила, например, тех блогеров, за которыми я слежу в Инстаграме, я пробовала, находила их на Фейсбуке, потому что, как правило, у них профиль есть и тут, и тут. Аудитория разная. И обращаю внимание, что в Фейсбуке вот такого высокого взаимодействия нет. Меньше лайков, меньше комментариев. Ощущение, что как будто бы вот как-то тиховато. Когда ты заходишь в Инстаграм, такого ощущения здесь нет. То ли люди здесь привыкли за счет того, что это картинки, привыкли как-то лайкать. То ли, может быть, эта технология поставить лайк гораздо легче делается, потому что листаем с телефона пальчиком, легче нажать на лайк. Фейсбук, возможно, многие и не с телефона, а, например, с компьютера читают, и там это какое-то дополнительное лишнее движение для того, чтобы этот лайк поставить. Я не знаю, это просто мои догадки. Может быть, они основываются только на моем собственном ощущении, исходя из вот той совокупности людей, за которой я слежу. Вполне возможно, что, например, у вас совсем будет другая какая-то картинка. Ага, меньше негатива в Фейсбуке. Правда? Меньше негатива в Фейсбуке, я сейчас подумаю. Трудно сказать, это, может быть, зависит, вот даже не знаю. Вот скажу честно, я такого наблюдения сама не делала, не обращала внимания вот на негатив, ну, в смысле, где больше, где меньше. Вот даже я сейчас озадачилась, я начала даже думать. Это интересно. Ага, кто-то пишет, по мне так больше. Я думаю, это, наверное, связано действительно с пользователем, у которого происходит это в аккаунте непосредственно, или странице. Вся молодежь в Инстаграме. Вот с этим я согласна с вами полностью. И как недавно я услышала от своих детей, в Фейсбуке, как они мне сказали, в Фейсбуке сидят только скорпёры. То есть для них Фейсбук это уже... И даже уже не Инстаграм, они все сидят в ТикТоке, они сидят в Снапчатах уже много лет, и это их пространство, в котором им очень комфортно, они себя чувствуют. Ну, в Инстаграме, да, присутствуют, конечно же, они тоже. Так, Фейсбук изначально социальная сеть для бизнеса. Вот, кстати, это не так. Вот, кстати, это не так. Фейсбук изначально был создан для общения, и они до сих пор изо всех сил защищают вот этот вот сатус социальной сети, где люди должны общаться с друг другом. И именно под эту философию заточены их алгоритмы выдачи той информации, которую вы получаете в ленте. В первую очередь в своей ленте вы будете видеть посты ваших друзей, тех, на которых вы подписаны, и сообщения из групп. И только после этого вы будете видеть сообщения с бизнес-страниц. Вот у меня, например, моя Фейсбук-страница – это бизнес-профиль, это бизнес-страница. Я решила оставить свой профиль личный, я решила не создавать группу, а третий вариант – только бизнес-страница. И если я, например, хочу, чтобы все мои 8 подписчиков, пользователей увидели мой пост, я должна за это платить. В обратном случае, в лучшем случае, если пост, например, был хороший, то, может быть, 4 тысячи увидят. Если очень хороший я напишу, мне иногда это удается, и он получает большой отклик и популярность, тогда да, тогда и 8 тысяч, и у меня доходило до 30 тысяч, очень много людей тогда его увидят. Но, как правило, как правило, большая часть моих подписчиков моих публикаций не видит. Именно потому, что Фейсбук ограничивает влияние бизнес-страниц на пользователей, потому что считает, что там люди должны общаться. Бизнес туда, безусловно, пришел, безусловно, пришел, но, если он хочет быть видимым для пользователей, то они за это платят деньги. Так, ага, поэтому, ага, поняла про Фейсбук, поняла. Так, в Инстаграме даже маленьких детей оскорбляют. Ну, троллей везде, друзья, хватает. И, конечно, ну да. Ну, везде хватает таких людей. Так, в Инстаграме меньше реклама. Ага, в Инстаграме меньше реклама. Может быть, она не такая навязчивая, потому что реклама попадается, и в сторис даже реклама попадается. Но, может быть, она не такая навязчивая, как в Фейсбуке, хотя вот даже не знаю. В Инстаграме как-то спокойно, сколько людей, столько и мнений. Да, безусловно, и тут каждый для себя ищет вот то комфортное место, которое ему подходит. Вот я начинала с Фейсбук активно, и я до сих пор представляю сама себя в Фейсбуке совершенно активно. Мне там очень нравятся эти инструменты, которые там есть, мне нравятся они. Но вот для себя поняла, что вот в роли автора мне там комфортно, а в роли читателя мне там как-то некомфортно. В роли читателя я перешла в Инстаграм. Итак, вот смотрите, как я, коллеги, использую Инстаграм. Как читатель, что я делаю, что я читаю? Ой, точнее, давайте не как читатель, а давайте сначала как транслятор, как автор, раз уж я взяла эти метафоры автора-читатель. Вот как автор, что я делаю? А как автор я очень активно использую сторис. Я в восторге от этого инструмента, просто в восторге от этого инструмента. И помимо того, что я фиксирую какие-то события из своей жизни, вот мы пришли на лекции, вот мы на лекции, вот наш студент работает, вот студенты достали рабочие листы, а вот посмотрите, как эти рабочие листы устроены, а вот мы лекцию закончили, а вот я сейчас буду готовить это, а вот мы тут путешествуем, а тут мы едем и так далее. Всякие разные события я транслирую. И также я пишу публикации. Вот в Инстаграм сейчас до сих пор у меня был такой личный блог, где я писала не о своей личной жизни, а где я писала какие-то кейсы из моей собственной жизни, какие-то связанные с детьми, какие-то истории, забавные случаи, я не знаю, даже собственному личный инсайт, например, на тему обида. Вот меня осенило, я для себя какую-то свою собственную задачу решила, на Фейсбук-страницу я не хочу идти, вываливать эту информацию, а на Инстаграм можно, почему бы и нет. Отличный блог, вот меня осенило, я этим поделилась. Вот сейчас я бы хотела бы попробовать принести свой профиль, еще и немножко профессионального контента и начать писать публикации, связанные и с профессиональной темой. И мне интересно посмотреть, как кого это будет здесь, как это здесь будет лайкаться, как это будет комментироваться, будет ли это набирать популярность, будет ли это интересно и так далее. Посмотрим. Вот это мое собственное исследование, я посмотрю. И, конечно же, я здесь, как автор, через эфиры себя вношу в сетевое пространство. Вот после вчерашнего эфира Юрий мне сказал, Марина, ты должна опять вести оперативки. И вот кто, друзья, не знает, оперативки, это у меня был такой формат на 15-20 минут, когда я запускала прямой эфир в Перископе. Как правило, я его запускала днем. Коллеги смотрели меня прям на работе. Кто-то ехал вообще на транспорте домой, у кого-то уже был вечер, часовые пояса у всех разные. Вот. Или запускала, например, вечером. И могла это сделать действительно в любой момент. В пятницу. Неделю назад, да? Да, по-моему, неделю назад. Не, не буду брать. Ладно, у меня уже что-то события тут смешались. Мы с Юрией проводили лекцию, и я запускала Facebook Live прямо во время лекции для того, чтобы, ну, какие-то вот фрагменты работы моей со студентами показать аудитории. Вот ровно то же самое можно делать и через Instagram, эфир Instagram, и мне почему-то кажется, что это удобнее. Я буду именно здесь, наверное, коллеги запускать. Мне это больно нравится. Единственное, что Instagram эфира, он на 24 часа, и потом его нужно сохранять. Facebook Live, он так и настаётся на твоей страничке висеть. Но вот, кстати, иногда хочется выйти и, ну, что-то вроде просто поболтать. Я не могу сказать, что у меня есть какая-то ценная информация, которой хочется поделиться или что-то продемонстрировать, но вот хочется выйти и что-то обсудить. И не факт, что это что-то очень умное, то, что ты будешь обсуждать. Просто хочется поговорить, вот из себя какую-то информацию просто выложить. И думаешь, вот оно стёрлось бы через 24 часа, и классно. Кто успел, тот посмотрел, кто был на встрече, поучаствовал. Но оставлять его в записи как бы нет смысла, я не вижу в нём какой-то особой ценности. И поэтому, например, на Facebook я иногда даже эфир не запущу только по этой причине, потому что запустить и сразу удалять как-то странно. К тому же люди иногда действительно так долго подключаются, что больше времени ты просто прождёшь аудиторию. Ну вот как-то так, друзья. Ага, с удовольствием смотрела ваше семейное путешествие по Европе. Спасибо. Так, оперативки было бы супер. Вот я хочу вернуть этот формат оперативки. Да, спасибо, друзья, за вашу поддержку. Вполне возможно, что вот так вот при помощи ваших таких этих мотивационных пинков я и решусь на оперативку и зазну поисследую Инстаграм в полной мере. Так, и, соответственно, коллеги, про это я сказала, как читатель в Инстаграм, я нашла для себя огромное количество интереснейших авторов, за которыми с удовольствием слежу. И вот теперь смотрите относительно прямого и как-то относительно профессионального развития и тем, которые связаны напрямую с тем, чем мы занимаемся, и смежных. Вот мой основной профессиональный интерес это педагогика и педагогический подход, который мы используем в работе с учениками. Это основной мой профессиональный интерес. И интерес, как исследователь, потому что занимаюсь ровно тем же самым в своей научной работе. Это, друзья, про что? Педагогический подход. Это про новые инструменты, которые используем, цифровые, которые мы используем под новую задачу. Это про ту работу, которую мы выстраиваем на уроке, про сценарии, про, опять-таки, задания, которые включаются у нас в различную деятельность, про способы организации этой работы, про поддержку этой работы, как ее оценивать, как ее направлять, как ее поддерживать. И это про отношения, потому что педагогика это не столько про методы, инструменты, педагогика это во многом про отношения. И если, например, первые два, первые два такие, чему, наверное, от, 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 сейчас скажу, о чем достаточно легко можно найти какую-то информацию, но в принципе я об этом узнаю из каких-то исследований, исследований, то вот последнее отношение, вот это не очень явная тема. Это скорее тема состоит из очень многих-многих-многих смешанных тем. И вот для себя в Инстаграме я нашла вот тех авторов, которые никак с педагогикой не связаны, но они позволяют мне вот эту вот мою тему, которая для меня важна, они мне позволяют ее дополнять. Они публикуют информацию по своей какой-то тематике, эфиры свои проводят, а я оттуда беру то, что мне надо, вот какие-то недостающие звенья вот в этот вот третий компонент. И, как правило, я себе даже выписала такие рубрики, это большие для меня блоги. Как правило, это что? Это психология, причем это разная психология, это не только детская, это и взрослая, и андрогогика, много чего. Я за многими психологами слежу и каждого ценю, обожаю, и просто их тексты для меня на вес золота. Важно это еще и потому, что тебе необходимо определенную внутреннюю работу проделывать над собой. В первую очередь, ты не можешь выстроить с другими людьми, с учениками, со студентами, с коллегами те отношения, которые нужны для того, чтобы правильная педагогика, правильно это так условно, это я так называю, для меня правильно состоялась, но для этого ты должен немножко работать над собой, ты должен себя чуть-чуть понимать для того, чтобы с другими людьми общаться и начинать приближаться хотя бы к тому, чтобы понимать их. И для этого эта информация для меня просто, коллеги, бесценна, скажу честно. Далее, еще, например, что я тут нашла. Я слежу за несколькими авторами, которые пишут о том, как писать тексты. Это и копирайтеры, это и авторы книг, писатели, и тренеры курсов, которые учат писать книг. И скажу честно, у меня даже какое-то время назад было, ну как какое-то время назад, может быть года два назад, какое-то время назад даже была идея с учителями родного языка, например, русский язык, филологи русского языка, взять и разработать какой-то интересный курс для наших учеников. Я когда смотрю, что пишут эти люди в своем инстаграм-аккаунте, насколько они интересно могут написать и как они могут тебя вот за три видеоурока, каждый из которых длится 10 минут, как они могут из тебя выжать приличный, интересный текст, который тебе самой начинает нравиться. Хотя до этого ты считал, что ты корявый, ты писать не умеешь, и вообще ты много и ошибок делаешь, да и что мне там писать, ничего я написать не могу. И тут вот эти вот уроки, конкретные инструкции, и ты начинаешь выдавать интересный текст. Ну, по крайней мере, для тебя, наверное, через какое-то время, когда ты его прочитаешь, он тебе уже не будет интересным, но сам факт, что ты смог справиться, ты смог сделать это усилие, ты смог справиться. А в школе ученики у нас писать не хотят, читать не хотят, а вот хотелось бы для них вот такой же действительно курс разработать, вот опираясь на то, как делают это у нас в Инстаграме и в грамотные люди, которые пишут тексты. И вот так же для учеников, так же научить писать, вот на раз, два, три, на раз, два, три оттачивать это мастерство свое и в конце концов просто сделать это усилие, потому что для них самое трудное иногда это сделать, вот это вот усилие и приступить к тексту. Далее, что еще? Это по созданию фотографий. Если ты, например, выходишь в сеть как автор, особенно если это сеть Инстаграм, хочешь ты, не хочешь, ты сталкиваешься с темой фотографии. Имеет это напрямую отношение к моей профессиональной деятельности? Нет. Но когда ты начинаешь опять-таки следить за фотографами, которые учат тебя, как делать фотографию, ты из их учебных уроков берешь для себя все. Способ подачи, форму, как они взаимодействуют, какие вопросы они задают. Ты вытягиваешь для себя абсолютно все. Более того, иногда они дают такие интересные задания, что я их потом использую со своими студентами. Это интересно. Как только ты начинаешь учиться чему-то новому, ты всегда найдешь, что ты оттуда возьмешь для себя далее. Безусловно, стала я следить еще... Ну, не то, что безусловно. Это для меня безусловно. Но это не совсем должно быть очевидно для вас. Когда я стала понимать, что я хочу себя фотографировать, то, конечно же, возникает вопрос, чтобы ты на этих фотографиях мало-майски прилично выглядел. И поэтому мне стало интересно смотреть... Я не помню, с какого времени, правда, этим заинтересовалась, но мне стало интересно смотреть за аккаунтами стилистов. Я не на каждого стилиста подписываюсь, но, скажу честно, задаешься иногда вопросом, как правильно сочетать вещи, что сейчас в тренде, чтобы более-менее попасть в ногу со временем. Это интересно. И меня много лет эта тема не интересовала. Вот вообще, вот ты пришел в магазин, вот увидел, что тебе нравится, ну, взял и купил. Все. И не мучаешься. А теперь мне интересно, теперь я хочу чуть-чуть по-другому. Я не хочу так. Я хочу знать, как правильно и мне интересно этому соответствовать. И ты следишь за аккаунтами стилистов. И ты также смотришь. Мало того, что они сначала транслируют, точнее, не сначала, они транслируют свою информацию по своей теме, ты очень много для себя берешь из того, вот как они взаимодействуют опять-таки со своими подписчиками, какие они вопросы, как они на комментарии отвечают, как они реагируют на вот те же самые, на этот же троллинг в комментариях. На этом тоже можно учиться, когда ты смотришь, как люди реагируют. У меня, например, недавно просто было открытие. Я сейчас участвую в одном очень интересном, безумно интересном марафоне. Там 11 тысяч участников. было до того, как первое задание надо было сделать. Сейчас, по-моему, там почистилось человек, 6 тысяч уже слетело с него. И я помню, была просто поражена, как в прямом эфире ведущий отвечал на негативные комментарии и на оскорбления людей, которые заходили на эфир. Понимаете? Вот ты просто мудрости набираешься, когда ты это видишь. А так как я работаю с людьми, мне всегда важно как можно больше знать о различных способах коммуникации. Я думаю, что вам точно так же, чтобы понимать, как действительно можно среагировать на какие-то ситуации. Я, например, сейчас окошко закрою. Я, например, не тот человек, который прям вот легко в новой ситуации, в которой раньше не был, может найтись с ответом. Вот это точно не про меня. Есть те, которые палец в рот не клади. Но вот это не я. Поэтому мне важно что-то уже для себя продумать. И еще, зачем я здесь слежу? Я слежу за тренерами йоги. У меня даже тренер йоги, коллеги, я начала заниматься йогой, уже 9 месяцев занимаюсь в Инстаграме. Я даже йогой занимаюсь по Инстаграму. И вот, казалось бы, я тренер, учителей, учитель учителей, развиваю педагогическое мастерство, учусь в докторантуре, занимаюсь научной работой, тема моя педагогика. Но при чем тут йога? Вы не поверите. Вот те, кто проходит мои курсы онлайн сейчас, вы знаете, что не бывает, наверное, и двух подряд эфиров, чтобы я не упомянула про йогу. Потому что то, что говорит во время занятий тренер йоги, она говорит это про йогу. Естественно, она это говорит про память, про наш способ мышления, про наше тело, про гибкость, про ошибки. А у меня все свое. У меня там в голове педагогика. И у меня бывают порой иногда такие инсайты для себя. Вот я прям сажусь после этого и могу целый пост написать. Потому что получила свой собственный инсайт. Так, как вы их всех там находите? А вот это замечательный вопрос. Как я рада. Как я рада. Так, сейчас, друзья, я посмотрю, вы тут просто тут присоединялись, признаюсь, ничего нету, чтобы я не пропустила. Если вдруг на чей-то вопрос не ответила, просто вы скопируете. Вот как я их нахожу, друзья. Первое, это вкладка рекомендованная. Я, кстати, еще инструкции для вас не доделала, я еще поставлю. Не забудь бы только. Я сегодня только часть инструкции успела поставить. Там вы можете найти. Второе, смотрите у подписки у тех людей, на которых вы подписаны. Например, вот вы подписаны на меня. Зайдите, посмотрите, на кого я подписана. Там, конечно, часть людей есть, это родственники, друзья. У них, скорее всего, закрыты аккаунты. Но я думаю, что по количеству подписок на них и по количеству их подписок вы сразу поймете, что это не те люди, которые вышли в Инстаграм как в роли авторов. Вы поймете, что это, скорее всего, читатели. Но вы там и увидите тех людей, на которых подписана я. Открываете их профиль, заходите, для себя пролистываете. Как правило, это просто первые несколько секунд, и вы понимаете, вам это надо или вам это не надо, вам это интересно или вам это интересно. У меня бывают такие истории, когда я на одного человека подписываюсь три раза, подпишусь, что думаю не мое, отпишусь. Через какое-то время опять его, например, кто-то порекомендует. Я увижу его сама в рекомендованном. Опять подпишусь, читаешь, читаешь, нет, что это не мое, и опять отпишешься. Вот правда, у меня были такие истории, когда подписывалась и отписывалась, потому что никак не можешь понять. В какой-то момент вроде бы интересно становится, потом опять неинтересно. И также, как вот я вчера на эфире говорила, вот я ищу фотографа, я ищу фотографа, например, в Таллине. Я захожу на эту лупу и нажимаю «Фотограф Таллинн» и начинаешь искать. Ключевые слова пишу. Вот что я недавно искала, что я недавно просто вводила, даже мне было так интересно, что это было. Не помню. Не могу вспомнить. Ну, допустим, вот я не знаю, «Мозговой штурм» приходит мне сейчас в голову. Вот «Мозговой штурм». Я могу прямо в поиск ввести «Мозговой штурм» и посмотреть те публикации, где хэштегом стоял «Мозговой штурм» и посмотреть, что там. И там можно найти все, что угодно. И там же вы можете найти и аккаунт, на который захочется подписаться. Хотите, например, найти аккаунт учителей, учитель математики, учитель физики, посмотреть, коллеги ваши в сети уже наверняка как-то предъявлены, уже себя внесли в это сетевое пространство. Также пишите «учитель математики», например, или там «учителя». Что еще? Учительское сообщество? Нет, наверное, это не очень. Хотя можно попробовать, наверняка что-нибудь есть. И так далее. И вот так вы их и находите. Но, как правило, коллеги обращать внимание на рекомендации. Рекомендации очень много решают. И поэтому сегодня у нас с вами тоже будет задание, связанное именно с рекомендациями. Я всегда обращаю внимание на тех, кого рекомендуют блогеры. Потому что, как правило, все рекомендуют те аккаунты, за которыми следят сами. То есть, как правило, значит, это интересные авторы. А там уже просто тема для вас совпадает или нет. Но я читаю, вы потом по моим подпискам можете увидеть, я читаю, ну, вот, всяких разных людей. И иногда, точнее, не иногда, а зачастую, к моей профессиональной деятельности напрямую никакого отношения не имеют. Но я для себя вытягиваю там то, что мне надо. Также, например, иногда просто придет идея даже дизайна рабочего листа. Я безумно люблю, когда учебные материалы красивые. И просто даже можно голову поломать, думая над тем, как это сделать. А вот ты в Инстаграме увидел у какого-нибудь стилиста, дизайнера, интерьера даже, какую-то красивую фотографию, там, где он как-то буклет красиво, флайер он, например, рекламный создавал для своей продукции и его поставил. И все, и у тебя сложился пазл. Ты теперь точно знаешь, как будет выглядеть твой рабочий лист. Так, а мне кажется, это просто реклама и часто пролистываю. Так, вот я не поняла, Катерина, это к какому комментарию? Я, наверное, я не помню, что я там уже наговорила. Это к какому комментарию, что кажется, что реклама и часто пролистываю. А, про рекомендации? Про рекомендации вы имеете в виду? Ну, там, я знаю, что сейчас блогеры часто пишут на правах рекламы, когда они действительно кого-то рекламируют. Но даже если они кого-то рекламируют и им за это заплатили, я все равно зайду. Если это не шубы где-нибудь в Санкт-Петербурге, что меня напрямую, например, не интересует, а человек, который пишет, например, о здоровом образе жизни, я зайду и посмотрю. И я посмотрю, нравится ли мне картинки, нравится мне ли текст, нравится мне его голос. Я часто захожу в сторис для того, чтобы услышать голос человека. И я понимаю, что, например, если голос мне вот как-то вот не ложится, то я даже и не подписываюсь. Так же для меня иногда голос может очень много что решить. Смотрю те, кто пишет интересные комментарии. Точно знаю, что блогерам платят рекламу. Да, совершенно верно. Есть те, которым... И есть те, которые пишут о том, что мне за это, ну, совершенно все по-честному, мне за это заплачено. Но, опять-таки, я даже и в этом случае захожу и читаю. А почему нет? Особенно, если это блогер, за которым я слежу и которым я доверяю. Даже если мы заплатили за рекламу, я поставлю лайк, я зайду, почитаю. И у меня, по-моему, даже так было, пару новых подписок, ну, потому что очень интересные аккаунты были. Не всегда рекламируют плохие аккаунты, иногда рекламируют хорошие. Для продвижения все равно, хочешь не хочешь, но рекламу необходимо использовать. Когда вы все успеваете. Спасибо. Надежда, спасибо. Но если бы список задач моих сейчас видели, которые у меня еще стоят и которые мне нужно сделать, вы бы подумали, что Марина как раз-таки ничего не успевает. Здравствуйте, друзья. Итак, ну что, дойдем теперь до того, чтобы я перечислила вам, каким образом вы можете использовать для себя этот инстаграм. Этот инстаграм. Вот что значит, человек пишет и говорит одновременно. Да, прям мультизадачность действия. Мультизадачность. Итак, смотрите. О, имби, чоу. Еще студенты и коллеги подсоединяются. Итак, друзья, вот смотрите теперь, если вы выходите в инстаграм, как автор, то есть вы выходите как преподаватель, как учитель в это пространство и хотите внести туда часть своего профессионализма, чем-то поделиться, то смотрите, какие у вас есть возможности, друзья. Вот первое, что мы с вами можем точно с теми сделать. Мне кажется, я разговариваюсь. Мы можем проводить, используя тот функционал, который есть, например, сторис и прямой эфир, мы можем с вами проводить открытые уроки. И это не значит, что на 45 минут поставлена камера, это значит, что можно заснять какой-то отдельный фрагмент. И открытый урок, друзья, я здесь имею в виду не какой-то демонстрационно-показной, я такой формат совсем открытых уроков не люблю, а тот, на который вот можно заглянуть, чтобы увидеть живой, живой, действующий урок, вот такой, как он есть. Я еще, когда работала в школе, у меня, кстати, никогда не было открытых уроков, у меня у самой никто не предлагал провести открытый урок, но мне сама идея открытого урока нравится, но то, как ее немножко извратили, мне это не понравилось очень. К этим урокам, может быть, у меня такой опыт был, я бы очень хотела узнать, что не у всех так. К этим урокам надрессировались немножко ученики, уже все разыгрывалось по ролям, уже все, была известна, какая тема, что мы будем делать. Для этого урока подбирался какой-то метод интересный, то, чего никогда в течение года не бывает, а вот тут вдруг по ролям мы начинаем играть. И вот учитель, мало того, что он две недели ломает себе голову, за ночь до этого открытого урока он волнуется, ему плохо, он переживает, потому что приходят коллеги, будут оценивать, и в администрация приходит. И вот этот вот урок вот такой вот проходит, где учитель потом с мокрой спиной, но все разыграли роли так, как надо, и вот это был открытый урок. Я все время говорила, если вы мне предложите сделать открытый урок, вот если я решила, что вот открытый урок мы с ребятами будем контрольно писать, вот приходите и смотрите, как я пишу контрольно, потому что это и есть мой урок. Это и есть мой урок. И если вы сможете, например, отсюда взять что-то для себя полезное, замечательное, если вы сможете мне дать какие-то рекомендации, замечательно, давайте разбирать то, с чем мы работаем, а не то, что я вообразила сегодня, реализовала, а потом, о, наконец-то, теперь можно просто нормально работать, как обычно. Это ужасно, но такое было. Ну, значит, такой опыт не только у меня. И поэтому, поэтому, вот когда ты берешь камеру, и вот как я в пятницу, запускаешь, вот среди своей живой аудитории шумно, кто-то встает, кто-то что-то говорит, разбирают, ну, в смысле, разбирают какую-то ситуацию, они разборки устраивают. Вот это и есть заглянуть на живой урок данного учителя. И если там сейчас идет, например, лекционная часть, и все себя слушают, это тоже живой урок. И интересно же посмотреть, какой инструмент задействован, какие парты, как они сидят, а почему в парах, а почему в группах, а если вот так. Это все те вопросы, на которые учитель очень хочет знать ответ. Но почему-то об этом, вот о таких каких-то маленьких нюансах, мелочах, на которые я всегда обращаю внимание, вот об этом речи особо нигде и не идет. Я тоже дважды показывала свои уроки. Вот это нужно говорить, свой урок показать или какой-то специальный подготовить для вас. Далее, конечно же, можно делиться чем-то в Инстаграм, тем, что у вас хорошо получается. И вот теперь смотрите, коллеги, не обязательно делиться непременно своими какими-то учебными материалами. Я, во-первых, понимаю, что каждым учебным материалом и не хочется делиться, и может быть, и не стоит делиться. Но чем-то делиться иногда нам точно можно было бы. и это может быть то, что у вас лучше всего получается. Понимаете, вот вы нашли, например, какой-то свой метод организации работы в группах, который у вас очень хорошо сработал там с вашими четвероклассниками, но очень хорошо сработал. Вот до этого пробовали и этот, и этот, и ничего, а тут сработало. Напишите об этом. И для этого не обязательно ставить фотографии вашего, лиц ваших детей. можно просто фотографии пустого класса поставить в свой инстаграм-аккаунт и написать, как я изобрела наилучший способ организовывать групповую работу. И это ваш личный опыт. Он вам помог, и вполне возможно, что он тоже кому-то поможет. А кто-то скажет, а я использовала, мне вообще не срабатывает. Так тоже бывает. Так тоже бывает. Вот, например, привожу этот пример, кстати, часто моей коллеге, которая поделилась таким способом, как светофор. Я, по-моему, на фейсбуке тоже себе про него рассказывала. Она говорит, что когда дети приходят на урок, а это учитель математики, они рассаживаются на три группы. Зеленая, желтая и красная. В зависимости от того, как они сами расценивают свое знание в той учебной теме, которой они сейчас занимаются. И те, которые садятся в зеленую, они получают один набор заданий и начинают работать. Им помощь учителя не нужна. Те, которые в желтую, они понимают, что вроде бы и понятно, но надо иногда спросить учителя. И те, которые садятся в красную, они нуждаются в помощь. Они не справились с домашней работой, у них очень много вопросов. И учитель, например, большую часть внимания, именно обратной связи, будет предоставлять им. Вот я помню, когда она об этом рассказала, друзья, ну, вот как будто бы идея проста. Да, вполне возможно, что многие об этом знают. Но здорово. И главное, здорово, если это действительно используется систематически. Ребята это принимают, ребята оценивают сами себя адекватно. И главное, ты не боишься сказать, что вообще-то я ничего не понял, пойду-ка я в красную группу. Ты не сидишься, не тихоришься, не думаешь, только бы не спросили. Господи, только бы не спросили, только бы не спросили. Ты открыто об этом говоришь и получаешь обратную связь. Далее, коллеги, конечно же, можно снимать сториз. И не обязательно проводить прямой эфир, можно какие-то фрагменты показывать просто в сториз. Добавлять хэштеги, эти сториз свои сохранять, чтобы они у нас сохранялись, вечные сториз были. Вы можете провести какую-то свою мастерскую. Вот то, что вы умеете, вот что вы умеете. У нас у каждого однозначно свой набор умений, коллеги, имеется. И вы можете снять как короткое видео, для того, чтобы поставить его в виде публикации в свою ленту. Вы можете это снять в сториз, вы можете провести прямой эфир. С коллегами, вот как много вы обсуждаете ведь с коллегами что-то после уроков. Интересно, какая-то ситуация, например, проблемная ситуация, вот она была, и вы как-то ее разрешили. Без имен, конечно же. Поставили камеру, записали этот диалог. И вот это и есть как раз-таки про педагогическое мастерство. Вот это очень интересно. Я когда курсы веду, и коллеги слушают меня внимательно, например, а потом начинают что-то тихонечко себе говорить. Я говорю, не говорите тихонечко, ну скажите это вслух, потому что то, что вы обсуждаете, это самое интересное для меня, самое интересное. Потому что именно вот из ваших каких-то идей, из вашего непонимания, или из вашего того, что да, Марина, вы это правильно говорите, но вот у меня все-таки такой вот седьмой класс. Вот именно благодаря тому, что вы это скажете, мы сейчас с вами что-то новое сможем придумать. Это же самое кайфовое для меня. Вы можете запустить эфир с конференции. Конечно же, если автор и тот, кто презентует, не против, запустили эфир с конференции, все посмотрели. Или с какого-то выступления, допустим. А вот как читатель, как читатель, коллеги, я думаю, что мы подходим с вами к концу, и сейчас я буду заканчивать. вот как читатель вы сами должны для себя определить, за кем вы будете следить. Я вам сейчас рассказала свой пример того, кого я читаю. И у меня есть, по-моему, подписки. Говорю по-моему, потому что они не так часто публикуют, и я могу просто забыть. Подписки и за некоторыми учителями, за которыми я слежу. Вот. И, как я уже говорила, я люблю следить за теми, кто пишет тексты. Потому что, если, например, это рабочий лист, то там действительно иногда достаточно картинки. Но хорошо бы все равно какую-то подпись. А вот если это какая-то учебная ситуация в классе, то одной картинки там уже недостаточно. Все, друзья, я буду заканчивать. Если есть какие-то вопросы, пишите мне в личные сообщения, пишите в комментарии, я отвечу. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok